Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорев, канал Футбол Это Жизнь. Итак, друзья, неплохо, я еще раз это повторю, зашла рубрика про футболисты через 5 лет. Про меня неплохо зашло, про Максима. И, как я и обещал, выпускаем третью часть про Святослава. Итак, друзья, Святослав немного приболел, так что давайте поставим под этим видео много лукасов. Также напишем ему приятных комментариев, чтобы он скорее выздоравливал, все в таком роде. И также пишите ваше мнение, про кого делать следующую рубрику, следующую часть этой рубрики. Можем делать про Головина, к примеру, то есть он еще в ЦСКА. И можем сразу выставить его на трансфер и посмотрим, какой топовый, может быть, клуб его приобретет. И посмотреть, как он будет играть через 5 лет. Также может не только российский, можно также и Павла Дибала посмотреть. Так что, друзья, все в ваших руках. Дерзайте. Ну, а сейчас видео про Святослава. Субтитры сделал DimaTorzok Закончился первый сезон для Святослава. Чемпионом Германии стал Байер, а Борусия Менхенгладбах заняла шестую строчку. Кубок Германии выиграл Борусия Дорнут, обыграв в финале 2-0 Айнтрах. Борусия вылетела от Аугсбурга, которая проиграла в 1-8 от 1-2. Лигу чемпиона выиграла Бавария, обыграв в финале 2-2. По основному времени 4-3 по пенальти Барселону. Лигу Европы выиграла Севилья, обыграв в финале Мадридский Реал 1-0. На чемпионат мира в России 2018 сборная России квалифицировалась, попала со второй строчки. Но результаты сборной не будут засчитаны для Святослава, так как его не взяли. И он не попал в заявку на чемпионат мира в составе сборной России. Закончился второй сезон за Святослава. Чемпионом Германии стала Бавария, а Мюнхенглазбургская Борусия упала аж до 10-й строчки. Кубок Германии выиграл Вольфбург, обыграв в финале Дорфинскую Борусию 2-0. А Мюнхенглазбургская Борусия вылетела в 1-16. Суперкубок Европы выиграла Севилья, обыграв Баварию в финале 1-2. Лигу чемпиона выиграл Манчетти Рюнайтед, обыграв в финале Интер 1-0. Лигу Европы выиграл Ювентус, обыграв в финале Тоттенхэм 2-1. А Мюнхенглазбургская Борусия дошла до 1-8 лиги Европы и вылетела от Атлетика из Бильбаус общим счетом 4-2. Итак, друзья, начался третий сезон для Светослава и приходит предложение от футбольного клуба Ювентус и Светослав его принимает. Итак, друзья, закончился третий сезон за Светослава. Ювентус, который он перешел с Боруси Менхенглазба, занял четвертую строчку, а чемпионом Италии стал Милан. Также по ходу сезона в зимнем трансферном окне Светослав Петраков получал предложение от ПСЖ и от Челси, но оба эти предложения он отклонил. Также могли начаться переговоры с Манчетер Сити, но предложение по контракту от клуба так и не пришло. Суперкубок Италии выиграл Ювентус, обыграв Наполи 2-0. Кубок Италии выиграл Интер, обыграв финале Феррентину 2-1, а Ювентус вылетел как раз от финалиста Кубка Италии в 1-4-й 2-0. Суперкубок Европы выиграл Манчестер Ренетт, обыграв по пенальти 4-3 Ювентус. Лигу чемпионов выиграла Барселона, обыграв финале Манчестер Ренетт 2-1, а Ювентус вылетел в 1-8-й от Манчетер Сити со счетом 4-2. Лигу Европы выиграл Шальке, обыграв финале Рому 2-0. Сборная России не квалифицировалась на Евро 2020, заняв пятую строчку с 10 очками. Итак, друзья, начался четвертый сезон за Святослава и приходит предложение от футбольного клуба Ливерпуль, который Святослав принимает. Итак, друзья, закончился четвертый сезон за Святослава, Ливерпуль становится чемпионом Англии, а ведь в зимнее трансферное окно Святославом интересовалась Бавария, она предлагала контракт, но Святослав отказался также Лацио и Манчестер Сити, а ведь Манчестер Сити шел зимой на шестой строчке, теперь на третий. Но все-таки все равно, правильно, что Святослав сделал, это он остался в Ливерпуле, ведь он предан стал этому клубу, а не променял деньги Манчестер Сити, получил бы взамен только бронзу чемпионата Англии. Кубок Англии выиграл Уэст Бромвич, обыграв в финале 5-4 по пенальти лондонская Челси. Кубок Лиги Англии выиграла Астон Вилла, обыграв в финале, неизвестную мне команду, извините, 5-0. Супер Кубок Европы выиграл Барселона, 3-0, обыграв в финале Шальки. Лигу чемпионов выиграла лондонская Челси, обыграв в финале Манчестер Сити, 1-2. Ну а Лигу Европы выиграл Реал Соседа, обыграв в финале Сибири, 3-1, а ведь именно Реал Соседа, думаю, смотрите, минимально в полфинале проиграли 4-3. Но зато мы обошли Ювентус тем же счетом 4-3, а ведь это матч, встреча против своей бывшей команды была у Светослава, и он ее замечательно прошел. Начался пятый и завершающий сезон в карьере Светослава, и приходит предложение от Мадридского Реала, и Светослав его принимает. Итак, друзья, осталось буквально пол сезона до конца нашей рубрики, и приходит предложение от самой Барселоны, и Светослав решает принять это предложение, и Светослав входит в то количество людей, которые переходят в стан главных соперников. Итак, друзья, как мы знаем, в зимнее трансферное окно Светослав перешел в Барселону из Мадридского Реала. Мадридский Реал тем самым занял вторую строчку и с низших позиций добрался до вершины, но Барселона уже не укутила свое чемпионство. Суперкубок Испании выиграла Барселона при счете 3-2, но Светослав тогда еще играл за Мадридский Реал. Кубок Испании выиграл Атлетико Мадрид в финале, обыграв Сельду 1-0. Суперкубок Европы выиграл Челси, обыграв в финале Реал Соседат 2-1. Лигу чемпионов выиграл Манчестер Сити, обыграв в финале Мадридский Реал 2-1. А Светослав Петраков вылетел из Барселоны в 1-4 от Мадридского Реала 4-1. А Лигу Европы выиграл Московский Спартак, друзья. Что-то невероятное произошло через 5 лет карьеры, обыграв в финале Валенцию 2-1. Ну и на чемпионат мира 2022 года сборная России не квалифицировалась, заняв четвертую строчку. Так получается, что сборная России на чемпионат мира 2018 года поехала, но без Светослава, так как его не брали в заявку. А на чемпионат Европы 2020 и на чемпионат мира 2022 она даже не квалифицировалась, хотя Светослава звали на вот эти отборочные матчи. Светослав Петраков Светослав Петраков